Всем привет! Кто меня смотрит? И кому будет интересно, что у меня цветет в конце августа? Свои топорхидеи в начале августа я показала, расцвели еще другие. И вот среди них вот такая лапочка. Солнце отсвечивает, плохо видно. Она у меня цвела зимой. В этом году раньше расцвела. Может, зацветет еще раз в этом году, потому что у нее там еще есть новый рост. Вот так она у меня растет. А я ее сейчас сюда сниму. Вот. Вот еще молодой рост. И, возможно, тут тоже будет цветонос. Значит, растет она у меня в керамическом горшке, дно которого выбито. Я сама выбила. И как она ко мне приехала в кокосе, я ее с этим кокосом сюда и всунула. Тут у нее уже опять появились новые заросли. И папоротник вырос, и трава эта выросла. И так красиво это смотрится. Так, это гибрид брауктонии с какой-то котлетонией. Мне она так нравится. Куда бы ее повесить, чтобы можно было лучше показать. Сейчас попробую. О, тут ее лучше видно. У нее такие гроздья. Цветы небольшие видно. Относительно руки. Ну, их несколько штук. И такой длинный цветонос у нее. У нее цветочки. Текстура такая, как сицевая. Какой красивый. Без аромата. Так, я ее так рядом повесила. Тут у меня зацвела котлея, которая на блоке. Я вставлю ссылку в описании под видео на котлею, которая цвела в горшке. Это одна и та же котлея. Просто была разделена. Одна посажена в горшок, а другая на блок. И та, которая росла в горшке, она была в полиотенистом месте. У нее вот этих крапушек было меньше. А эта на солнечном месте, хоть и на блоке. И вот она вся в таких разводах. Какая она ароматная. Она такая ароматная. И когда тут солнышко, то вся веранда моя пахнет ее ароматом. Какой-то такой котлейно-парфюмерный запах, что ли. Очень приятный. Не навязчивый. И такой очень приятный запах. Лист. Вот так лучше видно. Крупная. Цветок крупный. Довольно крупный. Вот так они две смотрятся. Но это красавица. Как она мне нравится. Хочу много-много брауктоний и гибридов с ними. Они такие легкие в уходе. Отцветает моя нора токунага. И он говорит мне, не снимай. Я уже никакая. Мужа орхидея тоже доцветает. Я их показывала в прошлом видео. Зацвела моя котлея форбези. Второй раз уже у меня цветет. Вот такая у нее форма. Тоже очень ароматная. Она более желтая. Это вариация. Два цветка смотрят в разные стороны. Но очень красивая. Такая изящная вся. Очень красивая губа. Венозная такая вся. Показать ее нереально. Она смотрит в разные стороны. Так, еще одна малявочка. Это та, которая от Ани из Японии. Вот она цвела недавно и опять зацвела. С легкой такой розовинкой на губе. Такая уж хорошенькая. Такая хорошенькая, хорошенькая. Она растет у меня в пробковом горшке. Есть у меня видео, как я сюда сажала. И вот она тут до сих пор растет. Разрослась. Вы уже какой куст хороший. А Форбезе не повезло в этом году. Она у меня упала. Даже не знаю, как упала и почему упала. Упала с полки в теплице. Я была на работе. Пришла, она лежит. Причем не она одна. Там несколько упало. И у нее горшок разбился. Но в то время она была с бутонами. И, слава богу, только горшок разбился. И она осталась целая. Зацвел у меня вот такой дендр. Это секция формазая. Он еще такой у нее длинный рост растет. Новый. Просто огромный. Отцветет он с бульбы, которая в прошлом году цвела. Или этой зимой цвела. Вон там старый цветонос видно. Он тоже красивый. Но он у меня стоит в теплице. Там сейчас покажу горшок весь. Сюда принесла просто показать. Из горшка что-то растет. И горшок весь в хомзо рос. И такой счастливый. Там же жарко. И ему там прям в самом низу очень хорошо он себя чувствует. Вот такой красавчик. Мы его сейчас сравним с другим. Это моя любимая. Как долго цветет. Эта секция довольно-таки долго тоже цветет. Эти дендры. И вот они вместе. Класс. Макселярия еще тоже цветет. Тоже долго цветет. Но эти прям, ну я не знаю, красота. Цветы огромные. Вот не меньше, чем у котлей, которые я сейчас показывала. Сейчас еще одну покажу. Такая лялька у меня зацвела. Эту котлею присылала мне Лариса из Испании. Я ее посадила на блог. Она так долго сопротивлялась. Не хотела. Я говорила, да давай, тебе понравится. Так будет еще лучше. Подсадила и тоже мог. Но единственное, что рост как-то вниз наклонился. Или потому, что цветы тяжелые. Так, цвет не получается. Цвет показать. Минуточку. В общем, цвет передать не удается. У нее такой рубиновый, искристый цвет. Она такая красивенная. Елки-палки. Ларис, огромное тебе за нее спасибо. Но показать ее я реально не могу. Какая она красивая. И она маленькая. Довольно миниатюрная котлейка. Маленькая. Но для ее размера очень большие цветы. Очень большие цветы. Вот не удается мне показать. И форма цветка. Она такая вся округленькая. Миленькая. Такая классная. Искрица. Прям вся искрица. Так, как ее зовут сейчас? Котлея Эрена Теу Лаи Хэнг. Хэнг. Возмущалась, возмущалась. А расти начала. И папоротник тут тоже прижился хорошо. Вот такие два граммофончика. Жалко. Не получается показать ее. Настоящий ее цвет красивый. Вот она не красная. Она более рубиновая. Это цветок что ли. Не получается. Я не сказала, как этого дендра зовут сейчас. Дендробиум сандераи. И в отличие от волосатиков, он не такой уже волосатый. Он вообще, можно сказать, не волосатый. Нет у него такой брутальности, как у моего второго. Ну, очень нежные, красивые цветы. Тут их несколько цветов. Вот даже еще один бутон не открытый. С ресничками губа. И еще у меня одна малявка цветет. Она на улице. Зажигает все мой паучок. Но уже цветы увядают. Но я там видела, у него есть новые псевдобульбы. Опять набухают цветочные почки. Без установки с весны постоянно цветет. А тут внизу у меня вот что открылось. Это какой-то гибридный сафронитис. Сейчас я его вот сюда достану. Эта вот цветочки совсем маленькие. Но и она сама тоже маленькая. Это новая псевдобульба. Она у меня растет на блоке из корней папоротника, который полностью зарос мухом. Корни вот видно. Как хорошо тут растут. Любят корни все-таки папоротник этот. Больше всего любят. И поверху растут тоже корни. И папоротник у нее какой растет. Я, кстати, когда ее покупала, то этот папоротник и был у нее в горшке, но маленький. Но теперь он уже ее перерос. Всего три цветочка, но такие хорошенькие, такие нежненькие. Такая прелесть. Вот тут хорошо видно. Вот она действительно вот такая алая. На веранде лучше можно ее показать. Красивенькая. Ну вот в сравнении цветы Брауктунии и этой. Как они здорово обе смотрятся. Яркий цвет у Брауктунии и у этой Сафронитис. Это вот такой гибрид. Сафрололея Псиша и Сафронитис Церно. Классная. Или с Анютиной сравнит. В общем, это самый маленький котлейный цветочек у меня. Зацвел мой второй кокки. Эпидендрум коки. Причем цветонос над цветоносом. Это три псевдобульбы тут. Некоторые бутоны еще не открылись. Некоторые открылись. Яркий, красивый. И вот еще одна псевдобульба с бутонами. У этого цветы такие восковые-восковые. Смешной такой. В шляпе кто-то. Кого-то напоминает, кого не знаю. Напишите вы, кого оно вам напоминает. Еще цветет у меня Бросовола. Уже давно цветет. Она уже цветат начинает. Наверное, скоро уже цветы опадутся. Так я ее люблю. Покупала я ее просто как Бросовола Спицеис. Ну, то есть видовая. А какая, непонятно. И каждый год она у меня цветет. Регулярно. Сейчас я ее перевешу в другое место. А то тут ее плохо видно. Видны уже следы увядания. Но тут и от дождя, и от полива моей водой. И ветер, и солнце. Все вместе видно уже. Ну, такая еще крепкая. И ароматная, и ароматная. Как росла на этом блоке. Нужно было ее пересадить хотела. Но в прошлом году она упала. Манюне помогла. Блок треснул. Я его скрепила. Так и растет. Все, никогда этим. Какая есть пословица, да? Все временное, самое-самое вечное. Что-то типа такого точно дословно сказать не могу. Ну, умничка. Цветет каждый год. И вот в отличие от других орхидей, которые загибаются, когда им сухо, когда их вовремя не польешь, это на блоке. Жара, не жара, жара, не жара. Влажность не то, что там плюс-минус, она все равно растет, она все равно цветет. Такая очень устойчивая к таким экстремальным условиям погоды. И красиво. Я не могу показать. То есть, у нее вот эти лепестки, они зелененькие. Такие ярко-зеленые. А на фото они какие-то не... То есть, на видео они какие-то не такие. Не получается. Сегодня у меня, как почему-то у орхидеи, правильно цвет снять. Иногда получается, иногда не получается. Не знаю, от чего это зависит. Можно, конечно, в интернете полазить, узнать, как пользоваться правильно камерой. Но все надо время, а его жутко не хватает. Вот цветок еще поближе, и все равно не получается правильно снять ее цвет. Обожаю ее. Висит она на улице. И выхожу я вечером звать Манюню домой. Она ароматит. Ну, как и все бросоволов. Такой очень приятный запах и очень сильный запах. И с одного конца она пахнет, а с другого конца у меня Матиолы в другом углу. Такой аромат вечером классный. И цветет еще, уже давно тоже цветет, Дендробиум Хиркоглосум. Как же он мне нравится. У него настолько необычные цветы, вот к Дендробиуму. Такие вот звездочки. И контраст между беленьким, розовеньким. Вот эта черная точечка, глазок, носик, не знаю, как назвать. Цветут же это псевдобульбы, которые цвели уже. Недавно я показывала, в каком там обзоре. И опять они же цветут, эти лысые бульбы. Вот поближе попробую еще показать. Ну, какие хорошенькие. Но он же здоровый куст этот разросся. Огромный просто. Вот он у меня два года. И за два года он просто огромный стал. И бульбы все еще растут и растут. Растет он у меня на блоке из корней папоротника. Сейчас покажу, какие у него там корни. Корни орхидеи. Корень на корне. Просто. Это такой, который рыхлый блок. Не доминиканский, а новозеландский, по-моему. И туда, где больше попадает воды, вот как стекает вода, его если смочить хорошо или полить, и стекает вода вниз, туда корни все лезут, где побольше влажности. Ну, просыхает летом, конечно, он тоже очень сильно. Но растет. И бульбы растут, и он растет. И я вот жду, когда зацветет это все. Вот сверху тоже какие красивые цветочки такие. Дендрик. Ну и моя ароматика на Круэнту. Гибридная лекаста. Я уже ее показывала в видео. Дам ссылку в описании под видео. Отдельно видео от ней. Как зацвели эти просто пеньки были. Как я делила лекасту. И осталась только середина. Бульбы старые, престарые. И вот она зацвела с потенциала самых старых бульб, которые уже цвели, и которые давали новые росты. Кому интересно, заходите, смотрите. Вот такие желтые, любимые мои цветочки. Ароматные тоже. Вот такие цветыны у меня в августе. А на этом все. Как всегда, всем хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока. Пока.